Албания. Рай для браконьеров. Но выстрелы и автомобили – не единственная угроза для птиц в лагуне Нарта и на близлежащем соляном болоте. Мы встретимся с одними из самых известных орнитологов Албании, которые уверяют – развитие туризма выходит из-под контроля. Албания расположена на одном из важнейших маршрутов перелетных птиц между Европой и Африкой. Внутри этой охраняемой зоны планируют построить международный аэропорт. Давайте вместе исследуем заболоченные территории Албании. К нам присоединился Ариан Маврики, известный фотограф дикой природы из Косово. Лагуна Нарта – одно из его излюбленных мест для фотоохоты. Местный рыбак Виктор Мочка подготавливает сети на своей маленькой лодке. Его не пугает грандиозный проект аэропорта. Как и многие албанцы, он верит в экономические выгоды от масштабного туристического развития на побережье. Аэропорт выгоден нашим деревням и городам. Он будет поблизости, и нам больше не придется ехать в аэропорт Тираны. Кроме того, здесь проложат улицу прямо к пляжу и построят множество отелей. Все это принесет рабочие места. Генеральный план правительства включает не только международный аэропорт, но и масштабное строительство отелей, причалов и туристических курортов. Ученые, такие как Эйральд Дзека из Албанского общества орнитологов, и Зюдион Ворпси, руководитель проекта природоохранной организации Пипенеа, пришли в ужас. Это место – одна из крупнейших и наиболее важных экосистем водноболотных угодий Албании и Средиземноморья. Птицы используют эту часть адриатического маршрута перелета для миграции, и если мы поставим это место под угрозу, это будет для них преградой. Эти планы противоречат нашим национальным и международным законам. Албания стремится стать членом Европейского Союза, и эти планы идут вразрез с директивами по птицам и среди обитания. Мы не можем позволить себе роскошь потерять такую жемчужину. Албания подписала соглашение о сохранении афро-гевразийских перелетных водоплавающих птиц, которые касаются 92 видов, обитающих в лагуне Нарта. Но с приближением выборов политические партии, как и правящие, так и основные оппозиционные силы встают на сторону туристических промоутеров. Экономика Албании выиграет от инвестиций в прибрежный туризм. Это одна из беднейших стран Европы, и регион остро нуждается в экономическом подъеме. Мэр Влёры представляет нам свой город как будущую королеву средиземноморского туризма. Он возражает против аргументов орнитологов. Новый аэропорт планируется построить на месте старого. Аэропорт будет построен на территории, где много лет существовал до 90-х годов военный аэродром. И как мэр я твёрдо верю, что экономическое развитие этого города получит важный импульс от строительства воздушной гавани. Сделать это нужно в кратчайшие сроки. Дзека и Ворпси привозят нас на место бывшего и будущего аэропорта. Вот оно. Ландшафтный заповедник. Этот природный объект в Албании мог бы стать частью международных экологических структур. Здесь наблюдали за более чем двумя стами видами диких птиц. Информация о военном аэропорте неверна, говорят Дзека и Ворпси. Старый аэропорт был не настоящим. Скажем так, это был просто аэропорт для военной подготовки. Сейчас же они предлагают построить настоящий аэропорт с большим количеством самолётов. Мы не против аэропорта. Мы против места, которое для него выбрали. Это большая проблема для всей сети охраняемых территорий. Если мы создадим прецедент, строим везде, где захотим, стратегические инвестиционные проекты на охраняемые территории, потом это распространится и на другие районы. Чтобы убедить местных жителей передумать, орнитологи организовали акцию «Доброй воли». Они раздавали профессиональные фотографии птиц в обмен на их чучело. Владельцу таверны «Дружбы» нравится идея нового аэропорта, но его не должны строить на охраняемой территории. Я думаю, что лучше всего было бы построить аэропорт немного подальше. Здесь это повлияет на лагуну Нарта, которая находится совсем близко, изменит экосистему и затронет все виды, живущие в этом районе. Я думаю, что нужно построить аэропорт немного подальше. Соляное болото привлекает огромное количество крупных птиц, таких как пеликаны, цапли и фламинго. И существует опасность их столкновения с самолётами. По всему побережью начинают строить отели. Стратегия страны по развитию туристической индустрии разрушает болотистую местность. Сегодня Эрль Дзека работает с группой венгерских орнитологов. Албано-венгерское исследование по миграционным маршрутам началось 6 лет назад. Чтобы получить точные данные, сильных самцов-птиц оснащают радиоизлучателями на солнечных батареях. Но несмотря на убедительные результаты таких исследований, албанские политики продолжают следовать своим инфраструктурным планам. Пока Дзека проверяет сети на предмет окольцовывания большего количества птиц, давайте взглянем на отчёты Европейской комиссии по стране, в котором подробно рассматривается законодательство Албании о стратегических инвестициях, которые могут стать воротами для крупных капиталовложений в охраняемые районы. Комиссия выразила озабоченность по поводу защиты биоразнообразия. Её разделяют около 37 организаций дикой природы по всей Европе. Вместе они написали открытое письмо премьер-министру Албании. Придрежные районы Албании находятся под давлением. Они планируют строить курорты и развивать туризм. Если это будет сделано, мы потеряем эти места обитания. Во время своего миграционного маршрута птицы останавливаются здесь для кормления и отдыха, а затем летят на другой континент и обратно. Мы должны защищать их, и делать это нужно сейчас. Тирана — столица Албании. Если не произойдет никаких изменений, уязвимые популяции водоплавающих птиц ещё больше уменьшатся. И может наступить день, когда некоторые виды переместятся из дикой природы в музеи. Джерри Джемаль, руководитель проекта природоохранной организации «Пипинеа», показывает нам шелоклювку. Это один из видов гнездящихся в этом районе, который больше не сможет размножаться, если аэропорт будет построен. Возвращаемся в лагуну Нарта. День подходит к концу. В детстве Ариан Маврики нашёл раненую птицу. В его городке не было ветеринара, поэтому он отнёс её в местную больницу. Но доктор отказался помогать. Тогда маленький Ариан принял решение, изменившее его жизнь. Он стал фотографом дикой природы. Я вижу здесь много птиц, и у меня получаются хорошие кадры. Не уверен, смогу ли я это сделать дальше, если здесь будет аэропорт. Я надеюсь, что люди убедят их не строить здесь аэропорт. Никогда. Албания хочет стать членом Европейского Союза, поэтому страна обязана соблюдать законы ЕС, в том числе европейские директивы, защищающие дикую природу и среду обитания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова